приветствую дорогие друзья сегодня мы будем обсуждать по какой причине черные методы продвижения или биржи ссылок не дают хороших результатов и работают плохо и как правильно перейти на белые методы продвижения сайтов первый вопрос почему качественные ссылки созданные на бирже ссылок или другими черными методами работают плохо и не дают хороших результатов в отличие от англоязычного сегмента белые методы в русскоязычном плохо развиты это связано с развитием бирж ссылок сейп мира links go get links которые предлагают большую базу хороших доноров для продвижения сайта к примеру биржа ссылок сейп миллионная база доноров удобный плагин винка который помогает отобрать хорошие сайты мира links и go get links они изначально принимают свою систему только качественные сайты почему биржи ссылок не стали популярны в англоязычном сегменте это связано с тем что основной источник дохода это не продажа ссылок и риск быть наказанным за участие на бирже ссылок превышает возможную потерю прибыли почему качественные ссылки созданные на бирже в ссылок или другими черными методами сегодня работают плохо и не дают хороших результатов хороший ответ на этот вопрос дал ведущий аналитик компании google джон мюллер он сказал что ссылки с forbes я думаю все знают журнал forbes 110 миллионов трафика каждый ждет из нас рейтинг самых богатых людей мира не работают и не учитываются в ранжировании создание гостевых постов ради ссылок это то что хорошо известно нашей команде которая контролирует спам в интернете наши алгоритмы ранжирования также хорошо этим управляют что происходит в ситуациях когда мы распознаем такую накрутку ссылочного ранжирования постоянное появление гостевых постов ради ссылок заставляет нас терять доверие к этим ссылкам за одну такую ссылку многие сайты платили по несколько тысяч долларов а теперь представьте если ссылки с forbes не работают из-за манипуляции поисковой выдачи будут ли работать ссылки созданные на биржах ссылок или другими черными методами давайте представим насколько сложно поисковику зайти на биржу ссылок и выкачать оттуда базу ответ прост не сложнее чем вам они давно уже это сделали что делать в такой ситуации переходить на белые методы продвижения сайтов второй вопрос который мы сегодня обсудим по какой причине белые ссылки невозможно создать без качественного контента многие кто переходят на белые методы продвижения сайтов проваливаются изначально они пытаются создать белые ссылки без контента но за эти ссылки мы не платим деньги мы их не обмениваем мы не пишем гостевые посты эти ссылки облагораживают контент других сайтов единственная причина по которой вебмастер другого сайта оставит ссылку на нас это значит что наша ссылка облагородила его контент если вы создаете отличный контент тогда получите качественные ссылки не получите результатов если пытаетесь продвинуть слабый контент используя спам ссылку а также другие методы черной накрутки обманывая людей и поисковик для того чтобы продвинуть сайт основными алгоритмами ранжирования один из лучших способов это фантастический интересный контент полезная информация естественно это привлекает качественные ссылки и тогда поисковые системы будут увеличивать результаты при продвижении в топ потому что ваша информация принесла пользу основная ошибка тех кто переходит на белые методы продвижения сайтов это попытка создать белые качественные ссылки на сайты со слабым контентом это больше похоже на просьбу о милостыне вы никогда не создадите ссылки такими методами третьим вопросом хотел обсудить какими видами контента чаще всего делится социалках и соответственно получает больше всего естественных ссылок первый вид контента это инфографика создавайте свою неповторимую инфографику вот к примеру наша инфографика которую создал дизайнер компания seo quick вадим к публикации 12 эффективных методов проведения outreach для создания такой инфографики необходимо хорошее техническое задание для дизайнера создавать классную инфографику должен дизайнер у которого есть специализированные знания при работе с известными инструментами photoshop corald row и другие второй вид контента это списки списки это перечень полезных инструментов ресурсов к примеру наш список 150 инструментов бесплатного продвижения сайтов собрал более 10000 просмотров создавайте свои рейтинги топ-5 топ-10 чем больше список полезных инструментов вы соберете чем чаще ваш список будет добавлять закладки и возвращаться для повторного чтения а это дополнительный трафик и алгоритм ранжирования третий вид контента это со словами почему кто где что как часто задаваемые вопросы в интернете создавайте контент который отвечает на эти вопросы самое интересное что этот вид контента жизненно важный для голосового поиска по статистике компании cisco 2020 году 50 процентов поискового трафика будет составлять голосовой поиск голосовой поиск это серий у apple google home алекса и к картана у microsoft как же оптимизируйте свой контента по голосовой поиск отличается от текстового размером и своей разговорной формой к примеру голосовой поиск какие достопримечательности стамбула можно посмотреть это более длинная разговорная форма оптимизируйте свой контент под голосовой поиск четвертый вид контента это исследования вы прошли тернистый путь видите что современные учебники не актуальны и не несут правильную информацию напишите свое собственное исследование тогда блогеры обязательно этим поделятся к примеру наша компания специализируется на создании ссылок мы написали наш перечень инструментов которые необходимо использовать для создания ссылок пятый вид контента это видеоконтент по статистике компании cisco 2020 году 82 процента покупательского трафика будет составлять видеоконтент создавайте свой неповторимый видеоконтент к примеру мы выбрали видео уроки видео уроки дают хорошие результаты передачи white boy friday рэнда фишкина собирает огромную аудиторию а это один из источников привлечения клиентов компании mos который имеет 43 миллиона долларов дохода ежегодно используйте популярные виды контента для вашего сайта тогда вы сможете создавать качественные ссылки белыми методами которые действительно работают четвертый вопрос который хотел сегодня обсудить как правильно создавать ссылки используя белые методы на коммерческие страницы очень сложно уговорить вебмастера оставить ссылку на коммерческую страницу что для этого необходимо создавайте ссылки на страницы блога многие когда слышу что надо вести блог для сайта совершенно неправильно понимают смысл этих слов они создают убогие статьи и какой-то ненужный рерайт это не интересно белыми методами вы ссылки на эти страницы не оставите для этого создавайте классный контент используя самые популярные виды контента инфографика списки исследования видео контент и оттуда делайте внутреннюю перелинковку на коммерческие страницы сайта заключение хотел бы рассказать тему следующего видео урока как получить первое место без контента и ссылок вы думаете это нереально тогда смотрите наш следующий урок а если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии на каждый вопрос мы обязательно дадим ответ до новых встреч